привет уважаемый зритель не так давно алексей сироткин он же лёха рейсер про кинул вызов егор огородникову значит проехать северную петлю вай racing на porsche cup до этого не сражались вас это курса егор пока еще не принял вызов должен найти время подготовиться возможно возможно просто сейчас занятым но в свое время в свою очередь я решил испытать свои силы и возможности я там не супер мега кончик но все же мне кажется не так уж прям плохо и решил так сказать ответить на этот вызов попробовать себя свои силы и проехать северную петлю быстрее чем алексей сироткин все гонщик это было очень интересно но собственно круг прямо из кабины porsche cup довольно таки сложно управлять так как машина скажем так у нее недостаточно прижима хороший механический режим аэродинамического мало мало особенно хватает его на борде машина очень интересно рулится повороты заходит не только тормозом но и газом там собственно определенная игра и методика управления она сильно отличается от автомобилей gt3 gtg и в рейсинге такой я бы сравнил это с 300 наверно вот так вот то есть нужно чуть раньше закладывать повороты чтобы попасть на апексы в некоторых местах нужно немного с блокировочкой колес заходить чтобы разворачивала машину при этом тут же открываться газом чтобы корректировать автомобиль поворот выше porsche под газом очень хорошо поворачивать с одной стороны другой стороны не любит высокую скорость повороте то есть заранее нужно будет помолить там была сейчас небольшая ошибка у меня в целом круг пройден не то что прямо идеально довольно таки сложно не петли собрать идеальный круг чтобы не было ни одной помарки оптималки своей я себе же проиграл две секунды есть куда улучшать но этим я займусь непосредственно после ответа либо алексея либо егора либо обоих могу точно сказать что такие вызовы челленджи они повышают мастерство потому что у меня по крайней мере был интерес смогу ли я добиться потом когда я видел что я смогу добиться такого результата смогу ли я превзойти смогу а сколько превзойти довольно таки сложно было побить время алексея забегая вперед да но все же я это сделал в конце круга я покажу время соответственно озвучу насколько побил алексея побил его время естественно так вот что касается управления да конечно особенно на высоких скоростях porsche он летит прямо мордой режима на морде он не хватает вот такие вот скоростные повороты ты прямо намного заранее закидываешь морду поворот и скольжение пытаясь зацепиться за хоть что-то за те куски асфальта и теме и той резины которая есть значит за дорогу и это успешно получается если ты реально кидаешь в город машину намного заранее чем поворот сам начинается готовят на этом автомобиле отлично тачивается практика если ты начинаешь ехать на porsche быстро то ты можешь сказать освоил тактику прохождения поворот а еще porsche отлично учит работать с газом прям нельзя открываться на полную да ты там начинаешь балансировать педали газа играть мощностью а то получается такие моменты скольжения заносы сносы все вот это контролируется и на porsche это контролируется все газом в машинах типа gta-3 скажем так которые ближе всего к porsche кап там конечно очень намного более развитая динамика и управлять автомобилем проще чем porsche молчу уж про другие классы автомобилей разговаривал со своим другом также коллеги по команде обсуждали мы и сравнивать так сказать ощущение от вождения кодиллака и porsche кап и нашли что вот они довольно таки схожи единственно что конечно кодиллак например на эфирсе быстрее за счет того чтобы максимальная скорость вот на этом будет значительно выше просто намного лучше а держак в общем то примерно одинаково то есть больше механические работы держать вот собственно условия трассы это default weather conditions ничего не менял единственное что с этапом он не и бейзлайн да у меня крыло стоит на 5 на пятерочку ну вот собственно и круг закончился вот время 659 524 это насколько изменяет память на шесть с половиной секунд быстрее чем алексей сироткин вот сейчас можно будет насладиться с камер тв этим кругом тишине посмотреть на красивый автомобиль ну и понаблюдать как это все выглядит конечно со стороны так сказать потому что вид из кабины это одно что такое получается было неинтересно что это так в это то вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...